В Дубовском районе полицейские задержали подозреваемого в неосторожном обращении с огнем. Вчера между хутором Почта и селом Оленья на площади нескольких гектаров произошло возгорание сухой травы. Полицейские установили, что виновником ландшафтного пожара стал 36-летний пастух. Мужчина бросил на землю непотушенную сигарету. Материалы проверки будут переданы в подразделения МЧС России для принятия решения. В Жирновском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором погибли двое человек. По предварительной информации, 62-летний водитель грузовой «Газели», двигаясь со стороны рудни в сторону Жирновска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота». В результате аварии погибли 47-летний водитель и 55-летняя пассажирка иномарки. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. В тракторозаводском районе Волгограда полицейские разыскивают мошенницу. Вчера в дежурную часть поступило сразу два заявления от пенсионерок. К ним обеим домой пришла неизвестная, которая представилась социальным работникам. Она сообщила, что производит выплаты пенсионерам, но так как у нее имеются только крупные купюры, попросила разменять их. Потерпевшие отдали мошеннице свои сбережения, и она подменила их на сувенирные купюры. Таким образом, одна из женщин лишилась 50 тысяч рублей, вторая – 20. Со слов потерпевших составлен фоторобот. Приметы преступницы. Женщина славянской внешности на вид 30-35 лет, рост 180 сантиметров, плотного телосложения. Была одета в красную кофту, синие джинсы, при себе имела серую сумку. Граждан, обладающих информацией о разыскиваемой, просим обратиться в полицию.